Елизавете школьной программы оказалось недостаточно. Она уже давно задумывалась о будущей профессии. Для таких сознательных и деятельных учеников второй год реализуется пилотный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». О нем девочка узнала от классного руководителя и сразу же решила принять участие. Я узнала много про карточки, про взаимодействие с клиентами, про оформление каких-то начальных банковских документов. Были экскурсии, приходили представители банков в класс. Мне очень понравилось. Девятиклассница закончила первый модуль обучения. Говорит, что для нее это начальный, но во многом определяющий этап. Теперь дальнейшую жизнь планируют связать с банковским делом. Ее однокурсник Михаил Лапшин тоже нашел свое призвание благодаря этому проекту. Он мне дал большие познания в банковском деле. Теперь я более грамотный в этом ремесле. Я с самого детства мечтал работать в банке и, наконец-то, благодаря этому проекту моя мечта осуществилась. И это прекрасный проект, который даст возможность новому поколению легко освоить эту прекрасную профессию. Свою путевку в жизнь ребята получают в 18-м Одинцовском техникуме. А также после года обучения получают первые в своей жизни сертификаты по специальностям контролер сберегательного банка и слесарь по ремонту автомобилей. В этом году мы также набрали оператора ВМ, 15 человек, группа. То есть все очень довольны. Мы тоже также волновались очень сильно, но ничего, справились. В следующем году еще будем больше набирать. Обучение длится два года. Выпускники техникума могут устроиться на работу или продолжить образование в ВУЗе. В этом году к банкирам и слесарям добавились еще и операторы ВМ. Будущие IT-специалисты учатся работать на компьютере и изучают основы информационных технологий. Программирование сейчас это очень важная вещь. С компьютером владеет, какая бы работа ни была, компьютер это очень важно. Я решил, почему бы не воспользоваться этим случаем и попробовать себя в этом. На занятиях Сергей Овсянко передает ученикам свой многолетний практический опыт. В результате они могут стать системными администраторами, специалистами техподдержки и даже сотрудниками МФЦ. Также банальное ксерокопирование документов, чтобы не отвлекать сотрудника, наши студенты начинают с этих начальных позиций. Потом, конечно же, получая навыки и компетенции, они заменяют сотрудника МФЦ. Определиться с выбором будущей профессии – непростая задача. Особенно для подростка. Но приоритетный проект существенно ее упрощает. Он дает уникальный шанс вместе со школьным аттестатом получить и первую профессию. Путевка в успешную жизнь предоставляется каждому. Главное – вовремя и с умом ею воспользоваться. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.